25 января завершился приём документов на участие в социальных проектах из Фонда Ассоциации территорий расположения атомных объектов. Отобрано 20 заявок и отправлены в Москву для рассмотрения. Коммунальные службы работают в штатном режиме. Аварий и поломок не было. Службы вывозят снег из города. Сегодня массово занялись вывозом снега из дворов на квартирных домах, который там накопился уже за зиму. Поэтому в очередной раз обращение к жителям нашего города с просьбой убрать технику из дворов в течение этой недели мы будем продолжать убирать снег. Комитет по имущественным отношениям до 15 февраля принимает заявление от предпринимателей на аренду помещений. 20 февраля проводим аукцион на право заключения договоров аренды нежилого фонда. Вниманию предпринимателей предлагаем мы 4 помещения. По адресу 4,6, 25,1 квадратный метр. Начальная цена 76 304 рубля в год. 44,8 квадратных метров. Начальная цена 180 230 рублей в год. 65 квадратных метров. 165 104 рубля в год. И по адресу 1,28, это бывшее помещение гостиницы Вега, 45,6 квадратных метров. Начальная цена 128 728 рублей в год. Заявки принимаем до 15 февраля. Информация размещена на сайте торги ГОФ, на сайте администрации. Можно оказать консультацию, узнать у специалистов комитета по телефону 723 08. В образовательных учреждениях города неделя насыщена мероприятиями. 1 февраля в 15.00 на базе третьей школы состоится муниципальный этап театрального фестиваля конкурса «Теарт Алим Росатома». 1-2 февраля в 15.00 также на базе ФУК состоится соревнование в рамках школьного чемпионата 4 на 4 по скетболу. С 1 января многофункциональный центр Десногорска будет принимать заявления от избирателей, которые хотят проголосовать на выборах президента России по месту пребывания.